Псалом 12 с объяснением. Скорбь о замедлении Божьей помощи. Псалом 12. Печаль и скорбь души. Начальнику хора. Псалом Давида. Доколе, Господи, будешь забывать меня в конец? Доколе будешь скрывать лицо Твое от меня? Доколе мне слагать советы в душе моей? Скорбь в сердце моем день и ночь? Доколе врагу моему возноситься надо мною? Презри, услышь меня, Господи Божий мой. Просвети очи мои, да не усну я сном смертным. Да не скажет враг мой, я одолел его. Да не возрадуются гонители мои, если я поколеблюсь. Я же уповаю на милость Твою. Сердце мое возрадуется о спасении Твоем. Воспою Господу, облагодетельствовавшему меня, и буду петь имени Господа Всевышнего. Псалм 12 – это песня надежды, показывающая, что даже в самые темные моменты жизни всегда есть место для веры и молитвы. Он убеждает нас, что Бог всегда рядом с нами. Без всякого сомнения, всегда готов утишить и услышать нас. Найдите утешение и надежду в этом сильном псалме. Подпишитесь, чтобы получать больше контента о том, как найти утешение и силу в молитве. Псалм 12 – комментарий. Краткое содержание. Стих 2. Давид, измученный и обессиленный гонениями со стороны Саула, с болезненным воплем обращается к Господу. Стих 4. Защити меня, Господи. Не дай врагу победы надо мной. Дай мне возможность в гимнах восхвалять Тебя. Псалм 12 представляет собой трогательное обращение к Богу, которое особенно живо описывает состояние души, погруженной в отчаяние и одиночество. Текст псалма не привязан к какому-либо конкретному событию, но с помощью образных сравнений и эмоционально насыщенных фраз раскрывает универсальное состояние души, потерявшей надежду и нуждающейся в божественной помощи. В начале псалма Давид, автор произведения, с глубокой болью описывает свое состояние, сравнивая его с человеком, покинутым Богом. Он буквально чувствует себя забытым, отвергнутым, словно погруженным в бездну одиночества. Он вопрошает Бога. Зачем? Тот так долго отворачивается от него. Зачем так долго откладывает момент его спасения? Эти слова полны отчаяния и тоски, отражая глубину боли, которая охватывает его душу. Мольба о помощи. Далее Давид буквально обращается к Богу с мольбой о помощи. Он просит его увидеть его страдания, поразмыслить о его ситуации и утешить его. Он убежден, что Бог не оставит его в беде, что его милосердие протянется к нему. Эти слова полны веры и надежды. Они выражают глубокое убеждение в том, что Бог не может оставить своего верного слугу в беде. В конце Псалма Давид приходит к выводу, что его молитва будет услышана, что Бог ответит на его мольбу. Он особенно чувствует, как радость и надежда наполняют, заполняют его сердце. Он буквально уверен, что Бог освободит его от его страданий и дарует ему счастье и мир. Псалом 12. Песнь надежды и утешения во времена скорби. Псалом 12 – это песнь надежды. Она показывает, что даже в самые темные моменты жизни всегда есть место для веры и молитвы. Он, вдобавок, убеждает нас в том, что Бог всегда с нами. И что Он, безусловно, всегда готов утешить нас и помочь нам преодолеть любые трудности. Этот Псалом, созданный в глубине душевной боли, остается актуальным и по сей день. Он, несомненно, отражает вечные истины о благочестии и человеческом бытии, о надежде и вере в Бога. Псалом 12 свидетельствует, что даже в самые темные моменты жизни всегда есть место для любви и милосердия Божьего. Скорбь охватило мое сердце. Скорбь о замедлении Божьей помощи охватило мое сердце. Когда я оказался в трудной ситуации, я обратился к Богу за помощью, но она не пришла так быстро, как я ожидал. Я чувствовал себя одиноким и беспомощным, не понимая, почему Бог не спешит мне помочь. Но потом я осознал, что Бог не всегда дает нам то, что мы просим, но Он всегда дает то, что нам нужно. Может быть, это замедление помощи Божьей было испытанием для меня, чтобы я научился быть терпеливым и верить в Его планы. Я понял, что Бог не оставляет нас в наших трудностях, Он всегда рядом и готов помочь, но мы должны доверять Ему и ждать Его времени. Ведь Он знает, что лучше для нас и всегда действует для нашего блага. Теперь я благодарен Богу за это замедление помощи, потому что оно научило меня быть сильнее и вернее в моей вере. Я понял, что Божья помощь может прийти в различных формах и в разное время, но она всегда приходит, когда мы в ней нуждаемся по-настоящему. Так что даже если скорбь о замедлении помощи Божьей охватывает нас, давайте помнить, что Бог всегда с нами и Его планы для нас всегда лучше, чем наши собственные. Доверяйте Ему и не унывайте, ведь Он всегда будет нашим опорой и силой в трудные моменты. Если вам понравилась запись или вы получили слово откровения от Духа Святого, конечно, поставьте лайк. Когда вы ставите лайк «Мне нравится» или делитесь рассказать друзьям, в результате вы помогаете служению спасения и распространению Божьего Слова. Подписывайтесь, делитесь и передавайте привет братьям и сестрам. Аминь. Спасибо.